Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск Вести Карачева-Черкесия. Вот что мы расскажем в нашем выпуске. Два года, как его не стало, Канамат Баташев, спасший жизни своих товарищей, удостоился высшей награды государства. Сегодня возложили цветы к его бюсту. На Малой Родине увековечили имя Героя России, прославленного летчика Канамата Баташева, открыв мемориальную доску на родительском доме. Ни пуха, ни пера желают выпускникам. В Карачева-Черкесии стартовала экзаменационная кампания. Есть новые правила, на которые стоит обратить внимание. Эксклюзивные изделия, сделанные своими руками, в Черкесии состоялось открытие выставки художника-ювелира Мурата Салпагарова. Сегодня на Аллее Славы возложили цветы к бюсту Героя России Канамата Баташева. Он генерал-майор Вооруженных сил Российской Федерации, летчик-пилот. 22 мая 2022 года в зоне специальной военной операции «Ценою своей жизни» спас боевых товарищей. Альбина Ламкова продолжит тему. Герой России Канамат Баташев стал образцом чести и доблести, преданного служению своему Отечеству. В начале жизненного пути он думал о службе во флоте, но по волею судьбы стал курсантом летного училища. Тут и зародилась безграничная любовь к небу. Он был летчиком по призванию, но самое главное – хорошим человеком. И, как оказалось, бесстрашным и мужественным мужчиной. 22 мая 2022 года, выполняя боевую задачу по поражению назначенных целей, Канамат Баташев уже в воздухе получил информацию о том, что превосходящие силы неонацистов заблокировали одну из штурмовых групп наших войск. Не раздумывая, летчик принял решение помочь бойцам, попавших в окружение. Спас боевых товарищей ценой своей жизни. Так и началось интервью первого заместителя председателя Народного собрания Корчаева-Черкесии Дагира Смакуева. Он рассказывал за соотечественника с гордостью, вспомнив о его боевом пути. Канамату Баташеву было 62 года, когда началась специальная военная операция. Тогда генерал-майор понял, что не может оставаться в стороне и вернулся в строй. На самом деле был очень ответственным, достойным человеком, как герой. Прославил Корчаево-Черкесию, прославил нашу страну. Поэтому будем помнить мы его всегда, и он останется в нашем сердце навеки. Это пример для подрастающего поколения, как достойный гражданин должен себя вести. Это для нас всех пример. Он спас ребят, но сам погиб. К званию Героя России был представлен посмертно. Сегодня Канамата Хусеевича вспоминали с чувством гордости. Во главе с председателем Народного собрания Александром Ивановым, депутаты и члены правительства Корчаева-Черкесии возложили цветы к бюсту Героя России. Почтили его минутой молчания. Яркий и достойный жизненный путь невозможно забыть. Все говорили о нем искренне и с уважением. Раньше мы таких героев изучали, их судьбы и подвиги. Это были герои Великой Отечественной войны, а сегодня в настоящее время человек, который жил рядом с нами, демонстрировал настолько сильную любовь к Родине, дал жизнь за будущее нашего народа, за будущее нашей страны. Должны знать и помнить и гордиться своими героями, которые прославили не только свой народ, но и всего вооруженные силы России. Подвиг уникален тем, что отдал в жизнь, спасая своих ребят. Это вдвойне почетно, вдвойне достойно. Поэтому светлая память. С подрастающим поколением мы всегда ставим в пример героический подвиг нашего земляка Баташева, Канамата Хусеевича. Гордимся тем, что подрастающее поколение по сравнению с более ранним периодом более патриотичное, более ответственное, более воспитанное. Возложили цветы к бюсту героя России Канамата Баташева и представителей ветеранской организации «Черкеска». Одним из приоритетных направлений их деятельности считается воспитание подрастающего поколения. И на сегодняшний день Канамат Хусеевич считается ярким примером героя России. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашебоков, 200 Корчаева, Черкесия. Его ратный подвиг будет стоять на высоком нравственном пьедестале, венчая с собой лучшие качества гражданина-патриота. Сегодня в ауле «Новая Тиберда» на доме героя России Канамата Баташева прошло торжественное открытие мемориальной доски в его честь. Почтили его память, собрались представители власти, общественники, его родные и близкие. На открытии побывал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Его подвиг – это подвиг ради отчизны и ради верности. На торжественном открытии мемориальной доски герою России Канамату Баташеву, собравшиеся, вспоминали о его жизни и отмечали, что сегодня на его примере воспитывают подрастающее поколение. Настоящий генерал, который ценой собственной жизни спас своих боевых товарищей и вписал свое славное имя в историю нашей страны. Человек, не раздумывая ни на минуту, ушел на фронт, и благодаря подвигу Канамату в тот день он спас солдат своих однополчан. Он сделал очень большое дело, и мы сегодня должны помнить о нашем герое, о наших ребятах, которые сегодня находятся на фронте, на передовой. Мэр Карачаевского городского округа Марат Улусов отметил, что жители горды тем, что главная площадь Карачаевска названа именем славного сына Карачаева Черкесии, известного летчика и патриота. Открытие мемориальной доски на стене отчего дома Канамата Баташа в ауле Новая Тиберда – это сохранение памяти и будет способствовать тому, что будущее поколение знали о героизме мужественного земляка. Канамат Баташев на сегодняшний день он образец подражания всей молодежи, не только карачаевского народа, но и всей страны в целом. Он на самом деле в тот день, все знают, мог спасти себя, мог улететь, но он сделал серьезное дело, он спас много жизней. Один из инициаторов открытия мемориальной доски руководителя общественной организации «Карача-Ланхалк» в Карачаевском районе Джашарбек-Качкаров. Юлий Цезарь говорил, великие подвиги совершаются без обтумывания, ибо соображение безопасности не охватило мужество. Да, действительно, великий подвиг он совершил. Канамат иначе не мог. Будучи, был бы он танкистом, был бы пехотинцем, он бы сделал бы это дело. Выразил благодарность всем собравшимся за участие мероприятия родной брат Канамата, начальник военно-учебного центра при Северокавказской государственной академии полковник Мурадин Баташев. Сегодня всем собравшимся гостям, жителям аула, я хочу от имени нашей семьи сказать большое спасибо, что вы пришли почтить память нашего брата и разделить с нами боль нашей утраты. Право открыть мемориальную доску герою России Канамату Баташеву предоставили старшему брату, летчика Марату и главе администрации Карачаевского района Спартаку Кушетерову. А в завершении мероприятия все собравшиеся почтили минутой молчания всех погибших в зоне СВО и возложили цветы к мемориальной доске. Олег Малхожев, Вести Карачаева, Черкесия, Новая Тиберда. Черкесск ждут позитивные перемены. На городских территориях началось масштабное благоустройство в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Уже приступили к работе. Благоустраивают 8 придомовых территорий и 2 общественных пространств. Строители выполняют ремонт дворовых проездов, обустроят парковочные места, тротуары, уличное освещение, детские игровые и спортивные площадки, съезды для маломобильных групп населения, а также установят скамейки и урны. Всего в этом году благоустроят 15 территорий. Также в этом году преобразится аллея на Красноармейской и Малый пруд в парке культуры и отдыха «Зеленый остров». Об экзаменационной кампании, о выставке ювелирных работ мы расскажем после погоды. Оставайтесь с нами на канале «Россия-1». В Карачаево-Черкесии переменная облачность, в горах местами кратковременные дождь и гроза, ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. В дню будут порывы до 15-18. Температура ночью 6-11, в горах до плюс 6, днем 19-24 выше нуля, и местами до плюс 15. В Черкесии переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду, и порывы будут до 18. Температура ночью 9-11, днем 22-24 градусов тепла. Продолжаем выпуск. В республике успешно стартовала экзаменационная кампания до окончания учебного года остались считанные дни. Впереди школьников ждут выпускные экзамены. В республике уже стартовал основной период государственной итоговой аттестации для выпускников 9-х классов, а с 23 мая экзамены начнут сдавать и ученики 11-х классов. Всего для прохождения государственной итоговой аттестации по образовательным программам зарегистрировано более 7,5 тысяч школьников. Созданы все необходимые условия для того, чтобы ребята спокойно и комфортно прошли этот важный, очень ответственный в их жизни этап. Также в этом году для всех выпускников без исключения предоставляется возможность пересдачи одного из экзамена на выбор до окончания экзаменационной кампании. Данную инициативу выдвинул президент России Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию. Глава республики Рашид Темрезов пожелал всем выпускникам успешно сдать экзамены. На ВДНХ на международной выставке в форуме «Россия» начал работу фестиваль цветов «Будущее в цветах». Были подготовлены 89 клумб всех регионов страны. Более 100 миллионов цветов, свыше сотни цветочных экспозиций, уникальные флористические арт-объекты. Экспозиция от нашей республики приглашения в Карачево-Черкесию в первую очередь отображает многообразие флоры региона. Композиция насыщенная яркая палитра и созвучная с местным колоритом, дополнена главным декоративным элементом скульптурой Хамзата Крымшамхалова. Приглашение, ставшее символом открытости и приветливости. Гостеприимство – визитная карточка народов Карачева-Черкесии. Цветника отображает природу региона, приглашает свои теплые объятия, камни, горы, как символ защиты и опоры, теплая зелень хвои, уют родного дома, цветы, чистота и скромность. Также в мастерской «Будущее» в цветах можно увидеть лучшие достижения российских селекционеров около 400 сортов пионов, 140 сортов сирени, 120 сортов ирисов, 250 сортов роз, 30 сортов георгинов и другие цветы растения России. Эксклюзивные ювелирные изделия можно было увидеть на выставке на базе Северокавказской академии. Автор представленных работ – член Творческого союза художников России и Международной ассоциации союза дизайнеров Мурат Салпагаров. Подробности у Алибаташева. Женский мир, конечно, боготворит вот таких художников, дизайнеров, ювелиров, потому что ни одна женщина без упрощений, ну не выйдет она никуда, не имея что-то такое особенное. Каждая вещь представленной коллекции уникальна. Художник-ювелир Мурат Салпагаров не использует компьютерные технологии, поскольку считает, что в ручной работе чувствуется душа. Изделие выглядит как живое. И хотя выставка содержит лишь небольшую часть его работ, а другие представлены только на фотоснимках, ощутить власть красоты оригинальных ювелирных изделий и пообщаться с автором пришли студенты, преподаватели и множество приглашенных гостей. Думаю, что не ошибусь, если назовут, что это произведение искусства, шедевральные вещи, которые мы сегодня видим и на картинках, и в натуре они представлены, и девочки вот сегодня. Украшения, которые на них находятся, они просто действительно дополняют ту красоту горянок наших замечательных. В свои 39 лет у Мурата семья собственно ювелирная мастерская и международное признание. Он получает второе высшее образование на факультете дизайна и лингвистики СКГА. Первая коллекция украшений эльфийская вышла в 2008 году по мотивам произведения Толкина «Ластелин колец», где была показана эльфийская архитектура, построенная на переплетении тонких линий. Затем автор создал коллекцию «Энигма», вдохновившись одноименной группой. Главными образами, используемыми автором, стали бабочки и пауки. Такие выставки вдохновляют будущих творцов красоты и эстетики, студентов факультета дизайна и лингвистики. Сам автор с удовольствием делится с ними секретами мастерства. Чтобы они не отманывали себя, а занимались тем, чем им нравится, и всегда быть этому верным. Вот у каждого человека есть своя профессия, свое увлечение. Но если он действительно серьезно за это берется, самое главное, чтобы он был этому верным. И везение, успехов и трудолюбия всем. Сейчас Мурат Салпагаров готовится к персональной выставке, которая пройдет осенью этого года в Черкесске, а затем в пяти городах СКФО. На ней будет представлено более 200 оригинальных авторских работ. Алибаташи Френаат Муков, Вести Карачаева, Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Свет в окне». Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...